Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Бизнес-канал на Финам.ФМ из двух частей, как вы знаете, состоит. Мы обсудили текущую ситуацию на финансовых рынках, подвели финансовые итоги недели. Сейчас время бизнес-класса. Хотелось бы тоже подвести некие финансовые итоги недели в рамках этой программы. Но, мне кажется даже логично, что сегодня в пятницу мы будем говорить на тему... Ну давай так, на тему международных перевозок, международной службы такси, или как правильно, Антон, напомни мне, как правильно? Мы это называем сервис личных водителей. Мы говорим о сервисе личных водителей. Я почему подумал, что это логично, что сегодня пятница, конец недели, да? Мы подумаем о том, как бы нам, куда бы, значит, на субботу-воскресенье, кто в пределах, за пределы МКАД, а кто за пределы родимого государства. И наверняка личный водитель в данном случае очень даже будет к месту. Так вот, тема сегодняшнего бизнес-класса, уважаемые слушатели, я напоминаю, мы говорим сегодня о бизнес-премиуме класса в России, международной службе такси для взыскательных клиентов. Меня в студии с удовольствием представляю Антон Черкунов, основатель сервиса аренды автомобилей представительского класса «Вилли». Добрый день, Антон. Здравствуйте. И в студии Вардуи Варданян, пиар-директор, я так понимаю, сервиса аренды автомобилей представительского класса «Вилли». Здравствуйте, да. Здравствуйте. Мы говорим именно о личном водителе. То есть я так подразумеваю, что здесь главная идея в том, что это некий другой уровень, да, и другой уровень сервиса, и другой уровень взаимоотношений между клиентом, да, и службой и так далее. Вот идея откуда взялась? Я сам не вожу машину. Не вожу? Да, то есть я пытался как бы создать сервис, который мне нравится, и которым я сам буду пользоваться. Угу, угу, так. Вот. И как бы начинался, кстати, чуть-чуть с другого, с того, что изначально у нас вообще была идея, давайте просто сделаем как бы заказ такси через айфон-приложение. Угу. Это как бы попробовали и поняли, что мы как бы, ну, не можем объяснить человеку, зачем ему это надо. То есть пошел на улицу, поймал там такси, да, или в Москве тоже руку поднял, и как бы все, как бы ничего. И поэтому мы как бы решили сделать что-нибудь другое, да, что будет от всего отличаться. Угу. То есть я сейчас как бы расскажу тоже, как это работает. То есть скачиваете приложение, регистрируется с имя, фамилией, добавляете кредитную карту, нажимаете кнопку, к вам приезжает в Москве Mercedes E-Class черная. А водитель вас отводит куда захотите. Это принципиальный момент, кстати, да, Mercedes E-Class черный обязательно должен быть. Да, да, ну, либо другие, то есть E-Class, S-Class, то есть можно выбрать. А, S-Class. Или мы даже авианы сейчас делаем, то есть можно заказать микроавтобус, да, или можно трезвого водителя, кстати, тоже заказать, это тоже сейчас мы делаем. Так, подожди, а в остальном случае не трезвые приезжают обычно что-либо? Ну, имеется в виду, чтобы он за вашу машину сел. А, в этом смысле, да, да. Как дополнительные опции, а давай сегодня трезвого закажем. Так, 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 я понял, хорошо. Вот, а в чем принципиальная разница с такси? На машине нету, как бы, никаких знаков. Шашечек. Да, шашечек нету, такси нету и нету оплаты в машине. То есть, как бы, вы доезжаете куда хотите, выходите из машины и все. И чего? Мы с вашей кредитной картой, производится автоматом оплата. То есть, не надо, как бы, считать, давать деньги. Ну, это всегда неудобно, да, и ждать сдачи, а потом оказывается, что сдачи-то нет. Ну, ладно, тогда уж так и быть, бери еще. Или даже, допустим, спрашивай, то есть, у водителя не должна быть задача посчитать, сколько ему пассажир должен. Он, как бы, он хочет заниматься одним, это водить. Он не хочет, там, считать, какие правила, какие доплаты, недоплаты, там, какие-то скидки. Но тогда у него в автомобиле должна быть вот эта штучка, да, сейчас они тоже распространены, чтобы можно прокатать карточку, да? Не-не-не-не-не-не. Нет? Вы в приложении регистрируете карточку, и мы списываем. Вы даже не показываете карточку водителя, это очень принципиальная разница. Нету транзакции в машине. Угу, угу. То есть, я оплачиваю через то же самое приложение? Да, грубо говоря, да. И получите чек сразу. Здорово. На почту приходит чек с полной информацией о поездке, сколько километров проехали, какой водитель у вас был. Прямо все-все-все прозрачно у нас максимально. Здорово. Ну, только основная задача все-таки, смотрите, вы говорите, мы отличаемся от, это не просто служба с такси, это вот такая вот история, да, гораздо, гораздо более крутая. Основная задача была какая, крутость вот эту показать? Нет, основная задача была решить проблему, как вы можете, как люди в пятницу вечером могут уехать домой. А-а-а. И получается, что все такси заняты. И мы пытались как бы что-то найти, вот где-то найти какой-то, как это называется? Золотая середина. Ну, не золотой середина, а откуда вот какие-то водители, машины, которые не задействованы как такси, чтобы как раз эту проблему решить. Так, и таким образом вы решили? Да, да. То есть, другими словами, смотри, вот я захотел сегодня уехать куда-то, да, после эфира, такси я не смогу найти по названным причинам. Ну, это зависит, когда вы собираетесь уезжать после эфира. Сразу, сразу. Вот, такси я не смогу найти, а, собственно, сотрудника вашей службы смогу найти. Почему? Потому что она не очень востребована, или почему? Потому что там астрономические деньги какие-то я должен платить, и поэтому она не пользуется популярностью. Нет, у нас не астрономические деньги. То есть, мы чуть дороже, чем такси, если посмотри, то есть, у нас минималка 650 рублей. Ну, это недорого, наверное. Да, да, да. Ну, так почему же я, тем не менее, такси не смогу найти, а, значит, личного водителя, да, Вардуи, почему? Потому что у нас всегда на линии есть запасные машины, то есть, мы всегда держим какой-то запас, чтобы наши клиенты всегда получали вовремя машину. То есть, у нас не бывает такого, что нет свободных машин, и вы не сможете найти машину. У нас всегда, в принципе, есть запас. Ну, подожди, а запас это как выглядит? Вот они здесь стоят в ряд где-то. Нет, мы просто примерно знаем, в какой день, сколько заказов у нас бывает сейчас. У нас все автоматизировано, и все видим. Ну, по пятницам больше всего, наверное. Пятница, да. Ну, сейчас сезон, как можно сказать, перевозок, и, в принципе, вся неделя очень такая нагруженная. А сезон от чего завис, кстати? Сезон перевозок. Это что значит? Это дождь за окном? Нет, это значит, что, допустим, летом, август, люди выезжают из Москвы. А потом они возвращаются. Да, вот. В этом смысле сезон, да? Да. Все, все. Еще не все вернулись? Я, кстати, уже вторую неделю стою в пробке, как я это делал зимой, как я это делал весной, и что я сделал вывод, что уже все вернулись в Москву. Все вернулись. Да, да, а у вас все еще... И даже больше. Даже гораздо больше, действительно. Да, а у вас еще сезон, да? Так, хорошо. Ну, вот мне все-таки важно, наверное, сначала все-таки понять, да, почему я в конечном итоге к вам должен обратиться, а не в службу такси, да? Если все-таки, да, смотри, если предположить, что есть у меня свободная машина, если я там в службу такси звонил, и есть свободная машина у вас, почему все-таки я... Я вам могу объяснить. Объясни, пожалуйста. Я просто очень долго, и, можно сказать, седьмого класса с детства всегда пользовалась такси, и всегда... Ты тоже не водишь машину? Нет, не вожу. И у меня даже прав нет, и даже не хочу. Ну, естественно, если есть служба такая у вас, да, зачем вам это нужно? Вот, и все время проблема в том, что водитель приезжает грязный, в машине накуренный, они разговаривают, играет какое-то непонятное радио, да, я, может, хочу в тишине ехать в спокойствии. У нас есть правило, которое водитель должен наблюдать. Это открывать двери пассажирам, это опрятный вид, то есть всегда классическая одежда, приветливость, спросить предпочтения по дороге, как, например, я знаю Москву лучше всех. И я не люблю, когда меня водят своими дорогами. И то есть наши водители... А откуда ты, знаешь, ты сама машину не водишь, а знаешь Москву лучше? Много пешком ходила, гуляла, все, хорошая память. Ногами все прошло, да? Да, вот, наши водители спрашивают, какой путь вы предпочитаете, какую радиостанцию вы хотите слушать, то есть предлагают воспользоваться Wi-Fi в машине, то есть это максимально комфортно, ты едешь в машине, еще и можешь успеть по дороге не думать о дороге, о водителе, делать свои дела, да, какие-то по работе и т.д. и т.п. А в такси, ну... Ну, как правило, нет, я все-таки с тобой не соглашусь, потому что, ну, давай так, не все, конечно, а основная часть того, что ты перечислила, это даже не правила какие-то, а это просто, ну, личная культура водителя. Которая должна быть, но ее нет у нас в службах такси в основном тоже, да, и мы не будем всех под одну... Нет, мы не будем, естественно, потому что есть разные... Да, разные люди, разные службы, но в... А в вашем случае это правило, да? Это правило, которое должен водитель соблюдать, после поездки клиенты ставят оценки, еще и пишут... А где, кстати, они ставят, там же, на... В приложении в самом, да, или в чеке у нас можно, то есть чек, когда на почту приходит... Оценка по пятибалльной, да? По пятибалльной шкале, оставить комментарий, то есть там все супер, не открыл вея или что-то типа этого, ну, то есть все, мы за всем следим. Это здорово. Давайте мы тогда прервемся, у нас новости на Финам.ФМ, послушаем новости, потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии Антон Черкунов, основатель и Вардуи Варданян, пиар-директор сервиса аренды автомобилей представительского класса Вилли. Ну и говорим мы именно на эту тему, мы говорим о неких сервисах премиум-класса в России, международной службы такси для взыскательных клиентов. Напомню еще раз, телефон студии 65 10 99 и 6, код Москвы 495, сайт компании Финам.ФМ, вы можете присоединиться к нашему эфиру, позвонив либо написав. Итак, продолжим, да, Вардуи, продолжим. Итак, очень интересно вот эти все преимущества, ну, преимущества, да, вашей службы перед стандартными такси. Продолжай, пожалуйста. Еще в Москве люди же у нас любят, это, кстати, тоже немаловажно, ну, от 20 до 35 лет очень многие любят, чтобы не видели, что они приезжают на такси. То есть тут у тебя приезжает черная машина, сводители. Чтобы не видели, что на такси, это из разряда, помните, да, бриллиантовая рука, наши люди в булочную на такси не ездят. Или наоборот, это не круто считается на такси. Ну, как бы, бывают иногда мероприятия, на которые, ну, люди не очень бы хотели, да, чтобы их коллеги или еще кто-то увидел, что они на такси. Ну, по какой причине-то почему? Их что, оценят как-то не так, наоборот, что скажут, как это вот, разъезжать на такси? Ну, есть такие люди, мне кажется, мы просто по людям, которые пользуются, мы можем делать такие выводы, не будем говорить так. У вас есть некое социологическое исследование. Секрет. Секретное социологическое исследование. Так, допустим, кто-то не хочет, чтобы его засветили, что он приехал на такси. Или к вам приехали, например, тоже партнеры, да, из-за границы, и вы хотите, чтобы их встретили достойно. Это другое дело. Красиво, да, то есть... Лимузин заказать для них. Ну, лимузин, это уже, это время уже прошло. Теперь мерседесы. Это неприлично, наверное, на лимузине. Да, на лимузине. А тут, то есть ваших партнеров тоже, да, не стыдно, чтобы довезли. Очень немаловажно именно то, что у нас безналичная оплата, потому что, ну, мы знаем, у нас водители очень многие в России, таксисты любят обманывать, накрутить, закрутить, а у нас же, чтобы был сервис, и чтобы... Кстати, подожди, вот накрутить, закрутить, ладно, бог с ним, опять огульно мы не будем обо всех говорить, да? Ну, смотрите, я точно не знаю, к сожалению, давно я не ездил на такси. Есть сейчас там счетчики какие-то, да, как-то считается это дело? Или ты садишься в машину, тебе сразу называют, сколько это стоит? Ну, там обычно как-то по времени считают. По времени, а вот у вас тарификация какая? У нас тоже по времени, но автоматом. 20 минут минимальная поездка. Ну, то есть я, заказав автомобиль, да, в вашей службе, знаю уже, да, сколько мне обойдется это дело? Нет. Нет? В конце поездки рассчитывается по времени, то есть 650 рублей, это 20 минут минимальная поездка, далее там по минуте рассчитывается. И дальше я приехал, и мне кто-то, кто мне... Никто, просто вам приходит чек на почту и списание с карточкой смс-ка волшебная. Понял. А только карточкой, да? Да, только карточкой. Соответственно, если у меня нет данных о моей карточке, я просто не смогу воспользоваться вашей. А там номер карточки только нужно, и все. Нет, нет, ну это принципиальный момент, да, если этих сведений нету, то, соответственно, не о чем говорить. Да, мы просто считали, что если будет, как бы, оплата наличными в машине, то мы не сможем сделать вот именно тот экспириенс, который мы хотим создать. Экспириенс, хорошее слово. Ну давайте, кстати, продолжим об экспириенсе. Итак, я понял, да, все это выглядит, ну давайте так, круто. Это круче, чем обычные такси. Это приличный автомобиль, да, Е-класс, С-класс, тем более, Мерседес. Вот, там сидит водитель, да, он, значит, в классическом костюме, при галстуке, да? Ну, галстуке не обезуем, но, то есть, рубашка. Ну, прилично выглядеть, чистенький, все, да, маникюр у него. Вот, значит, он не курит, он вообще не курит, или только в машине не курит? Никто не курит, в машинах. Запаха никакого, постороннего. Да, и от водителей тоже не должно пахнуть сигаретами, если вдруг он курит. Да, 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 не дай бог. Согласен, да. Дальше, значит, что он молчит всю дорогу. Ну, если я ему не задам вопрос, он не будет меня доставать всякими разговорами. Сам не начнет разговор, но если вы начнете, у нас даже есть водители, которые очень на умные вещи разговаривают, потом клиенты пишут отзывы, говорят, ехали на улицу. А вы специально подбираете, да, по темам? Ну, просто у нас водители в основном не бывшие таксисты, это бывшие частные водители, то есть, они не таксисты сами по себе, то есть, у них мышление другое. Вардуи, да, вот так пальцем показывают. Нет, я догадался, о чем время, да, у них немножко... То есть, они не стали еще, да, потому что, если частник 10 лет бомбил, что называется, он уже стал таксистом. Да, да, да. В плохом смысле этого слова. А здесь еще не дошло, да? Не дошло. До кризиса. Да, хорошо, они могут поддержать. Я прочел, кстати, многие по-английски, может быть, все по-английски даже. Нет, у нас есть некоторые водители, которые разговаривают по-английски. Но это не обязательно требование, вы принимаете на работу там? Нет, не обязательно. Просто если будут наши клиенты... Ну, в принципе, у нас программа все сделана так, что не нужно ни с кем разговаривать. Программа автоматически определяет твое место. Приходит сообщение. Если ты не настанешь, ты указываешь еще, куда хочешь ехать. Куда хочешь, к нему, да. И тогда не надо объяснять, пока просто можно английскими буквами ввести, куда ехать. Там же в приложении. Да, да, и все. То есть, если у вас телефон настроен на английский язык, то наша программа автоматически у вас в телефоне на английском языке. То есть, для иностранцев это очень удобно. В принципе, если не нужно разговаривать ни с кем, то и водители не обязательно, чтобы разговаривали на английском. Нормально, нормально. Ну, если вдруг возникнут проблемы, у нас есть служба поддержки. То есть, опять вне водителя, да? Вне? Да. То есть, водителя мы можем не трогать, а опять в том же самом приложении задать вопрос и ответить? То есть, получается, что вот эта служба поддержки, ну, или ваши сотрудники, они круглосуточные? Круглосуточные. Да, мы сами иногда сидим. Даже сам Антон сидит на отзывы пассажиров, отвечает. Люди иногда в шоке бывают, честно говоря. Ну, я тебе хочу, не царское это дело на отзыве. Почему? Это, наоборот, очень важно. Надо общаться и с клиентами, как бы, и смотреть, что это не только пассажиры с водителями, и с теми, и с теми надо постоянно общаться. А иначе будет, как бы, ну, это как называется, иллюзия, что издалеко сидишь, смотришь и не понимаешь, что происходит. Вот и все. То есть, я смотрел в прошлом месяце, я второй по месте ответов службы поддержки. Премию, видимо, какую-то, да, отрабатывает? Да, 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 премию мне. Это нормально, сам себе и выпишет. Люди иногда бывают в шоке, когда видят ответ от Антона Черкунова, как в 11 вечера пишут отзыв, а в 11 сразу же моментально получают ответ. Или от операционного директора, или от Антона. Люди иногда сидят и пишут. А у меня не написано, у меня просто Антон. Или Тони, Тони, Тони. Все люди понимают. Они догадываются, да, о чем идет речь. Ну, кстати, это тоже, наверное, да, говорит само за себя, это поднимает и Антона, прежде всего, как руководителя в глазах, да, клиентов, ну и, в принципе, компанию. Потому что вот она, вот она доступность, да, никаких вот этой крутизны там заоблачной нет. Достаточно демократичная. Ты сам придумал это, или это твоя позиция? Ну, это так получилось, что изначально, как бы, ну, я все равно сам отвечал на свою поддержку, а потом уже, когда с этим не справлялся, мы кого-то взяли, который будет помогать. Ну, то есть это, как бы, да, росли и развивались, да, сначала, как всегда это бывает, да, 1, 2, 3, 5 человек, потом, естественно, бизнес растет, нужно, да, новые люди. У вас там много сейчас работают? 29 человек. Уже 29, а начинали вы? Вдвоем, втроем, втроем, да. А уже 29, а сколько времени прошло, кстати, с момента, условно говоря, открытия, да, первого? В Москву мы запустили почти год назад. Ну, всего лишь год назад? Да. То есть где-то в конце октября, 30 октября, 1 ноября, то есть сейчас почти год будет. Кстати, мы говорим о том, что сервис-то международный. Да, мы еще в Лондоне работаем, 1 апреля. С 1 апреля? Угу. Ну, это шутка такая, видимо, да? Нет, это так, мы лицензию нам выдали 1 апреля, и с того момента начали работать. Ну, а почему именно такая география? Ну, в Москве, понятно, вы же здесь живете, понятно, да, что эта идея родилась, вы смотрите на сервис. Не только Москва, это тоже самый конкурентный рынок в мире, то есть по такси, по перевозкам, это самый конкурентный рынок в мире. Самый конкурентный? Один из самых, если не самый. Почему? Потому что, если возьмем тот же самый Нью-Йорк, там очень простая история, типа, есть ограниченное количество желтых такси, и там надо лицензию за несколько сотен тысяч долларов покупать на аукционе. Жестко ограниченное количество, то есть, типа, 12 тысяч или 18 тысяч, я точно не помню. И есть очень много, типа, кар-сервисов, то есть это вот тоже, ну, грубо говоря, тоже, типа, машины, которые не обозначены как такси, которые по телефону можно заказывать. Ну, те самые вот лимузины заказывают. А что получается, да, что получается, там, как бы, закон Нью-Йорка запрещает этим брать наличные деньги, чтобы защищать таксистов. Поэтому там не такой конкурентный рынок, как здесь, в Москве. Ну, то есть можно сказать, что он там более цивилизован? Нет, он просто более, ну, он защищает просто желтых такси, вот и все. Причем государство защищает. Да, 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 это просто лоббизм. Хорошо, мы об этом поговорим, но чуть позже сейчас прервемся, у нас рубрика. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Мы сегодня обсуждаем бизнес-премию класса в России. Говорим о международной службе такси для взыскательных клиентов. Слово взыскательное я бы подчеркнул. В студии у меня сегодня Антон Черкунов, основатель. Иварду Иварданян, пиар-директор сервиса аренды автомобилей представительского класса «Вилли». Я еще раз напомню, уважаемые слушатели, телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, задавайте свои вопросы, ну и собственными мыслями поделитесь. Это всегда интересно, что вы предпочитаете в конечном итоге, вызвать ли обычное такси с теми минусами, которые в Ардуи так ярко. Так я натерпелась, бедолага. Либо, может быть, действительно в качестве альтернативы обратиться к сервису моих сегодняшних гостей. Антон, о географии мы продолжим. Значит, Москва, Лондон. Почему Лондон-то возник? Там друзья, знакомые, родственники. Просто, если брать один отдельный район Лондона, вот этот остров, полуостров, где типа все банки, вот в одном этом маленьком местечке больше рынок, чем во всей Германии. И как бы поэтому получается логично, что надо с этого и начинать. То есть это вот, ну, самый рынок в Европе. А легко было там оказывать, я там просто предположу, что там, наверное, таких антонов-то и местных хватает, которые хотели бы этот рынок, да, этим рынком завладеть. Нет, ну, как мы, поэтому год и трудился до того, как 1 апреля это запустится. То есть это как бы все было там попытки, ошибки, как бы найти тоже правильных людей в команду, да. Нет, естественно, это нелегко, да. Ну, тем не менее, результат есть. А, во-первых, говоря о расширении географии, да, город Пермь, по-моему, там у нас в списке. Да. А откуда Пермь? Родной город. А, вот она. Родина. Логика в этом есть. Ну, Антон, да, Пермь все-таки прекрасный город, миллионник, да, насколько я знаю, вот. Ну, тем не менее, все-таки это регион России, все-таки мы говорим сегодня о неком премиум-классе. Ты думаешь, востребовано в Перми будет подобная услуга? А, уже востребовано. Уже востребовано. То есть они почти, они где-то с января работают и с очень хорошим темпом растут. Серьезно? Да. И при этом никаких скидок на то, что это регион у вас нет, да? Те же Мерседесы Е-класса. Нет, нет. В каждом городе всегда будет локальный продукт. То есть в Москве это Мерседес, но чего не может быть ниже. В регионах там есть, начинали с Камри, ну, Тойота Камри, тоже черная машина. Да, да. Бизнес-класс, да. И сейчас уже Мерседес... Много черных машин сейчас. Вот, да, да, да. Вот. Ну, чуть дешевле, да, чем Мерседесы. И сейчас они Мерседесы вот начали запускать, смотрят, как люди на это смотрят. То есть они пока еще официально не запустили, а просто иногда Мерседес присылают, и люди в восторге как бы. Ну, понятно, что люди в восторге. Просто людям, видимо, дороже это сразу, да, была Камри, стал Мерседес, да, и придется доплатить. Правильно? Нет, 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 пока не надо. Вот, но, кстати, несмотря на то, что это регионы, если я не ошибаюсь, где-то средний чек у них порядка 700 рублей или что-то такое. Ну, это нормально для них, для региона? Для региона это нормально. 700 рублей это где-то средний чек в Москве на обычном такси. Да. Ну, в любом случае, ты говоришь, да, развивается бизнес. Значит, это у вас требование. Да, да. То есть это значит, то есть это как бы площадка, это был эксперимент, да, чтобы посмотреть, если можно надеть в регионах. Потому что если можно это в одном городе сделать, это можно будет во всех сделать в следующем году. Здорово, здорово. Планов громадье. Ну, а дальше, дай бог, да, что регионы тоже будут охвачены. А дальше в какую сторону смотрите вы? Мир. Мир. В какую сторону? Берем мир. Берем мир. После Лондона я хочу, скорее всего, где будет синергия какая-то между двумя городами. И после Лондона самый логичный выбор, это, естественно, Париж. Так. Потому что там еще, ну, смотрите, я объясню как бы по географии. Лондон это самый правильный рынок в плане перевозок и такси, потому что там есть четкое разделение. Ну, как у нас в желтое такси у них это черные кэбы называется. Которые все жестко регулированы. То есть там тариф установлен муниципалитетом, и это как бы с целью того, чтобы не бомбили. То есть все люди знают, что есть счетчик официальный, и вот по этому тарифу все эти кэбы ездят. Поэтому это правильный рынок. Сейчас объясню, да. Но поскольку как бы вот нельзя как бы вот ограничивать только этим предложением, они сделали как бы что, если по телефону заказываешь, или через приложение, или на сайте, там полное свободное ценообразование. То есть как у нас здесь в Москве. Как договоришься? Ну, как по прайс-листу скажут. Но они хотели запретить, чтобы хоть кто мог ловить машину на улице. То есть ловить на машину на улице можно только черный крип, вот и все. Поэтому это правильный рынок. А, кстати, а ты вот о Нью-Йорке заговорил, о Штатах там не так все же? В смысле? Ну вот не как в Лондоне, да, вот ты сейчас рассказывал, там правильный рынок. А в Штатах так же примерно, да? Нет, потому что... Ограничивается количество? Да, в Лондоне не ограничено количество. Вот это основная разница. И лицензия не стоит денег. То есть просто человек как будто... Ну это то же самое, как университет. Типа, ходит, 6 лет учится, потом получит лицензию, может как бы обводить. Если как бы на карсервис, это чуть быстрее. То есть там буквально 2-3 месяца обучения. То есть просто проверяют. То есть это вот все эти проверки, которые сделали, чтобы... Ну потому что, чтобы все было безопасно. Мне кажется, все-таки еще важный момент здесь надо подчеркнуть такой, что этим муниципалитет сам, да, задачен. Он, собственно, это курирует, да, он этим занимается. Устанавливает правила игры и следит, чтобы никто их не нарушил. Да, да, да. А вот чем отличается в таком случае, ну, видимо, еще не очень цивилизованный рынок, ну, Москвы, говорим, или России? И вот именно этим малым участием регулятора в ценообразовании, да, в правилах. А насколько я понимаю, как бы рынок, ну, чтобы получить лицензию в Москве, заплатить 100 рублей, съездить в мэрию и зарегистрирует ИП. И все, и вперед. И все, да, никто ничего не проверяет. Ну вот слово «не проверяет», оно как-то режет слово. Да, обидно, да, как-то сразу. То есть надо проверять, надо проверять, надо следить, надо что-то регулировать. Как ты думаешь? Надо, конечно. Рынок такси надо. Да, рынок такси надо. То, что вот как бы желтые подбирают людей с улицы, обязательно надо регулировать. А остальное не стоит трогать, то, что по заказам. Так, хорошо, давайте теперь с другой стороны посмотрим на ваш сервис, именно с точки зрения высоких технологий, потому что, да, вы говорили о том, что у вас есть некая платформа, вот, и она отличается от многих похожих на нее, опять-таки, да, в лучшую сторону. Это как вот мы обсуждали водителей, автомобилей, класс автомобилей и так далее. Расскажи, пожалуйста, об этой платформе. Самое главное, как бы, чтобы, ну, чтобы как бы вот водитель хорошо зарабатывал, да, есть два выбора, что можно сделать. Кстати, один способ, это просто повысить цены, то есть сказать, у нас минимум будет час, или у нас минимум будет тысячу рублей, или две тысячи рублей, или, допустим, там, такой способ, да. Ну, это нормальный способ, да. Ну, окей. А второй способ, это то, что мы сделаем, это придумывать технологии и работать над тем, чтобы сервис и машины были более эффективными. То есть, допустим, самая банальная вещь, это заказ через приложение, то есть вызвать машину, это 10 секунд. Если на телефон звонить, это уже 30 секунд, минута, то есть несколько раз. Ну, пока дозвонился, пока поговорил. Это самая банальная вещь. Вторая тоже достаточно банальная вещь, ну, по крайней мере, мы смотрим, что это просто назначение машины. То есть у нас 8 секунд уходит в среднем, то есть за меньше, чем секунды водитель введет заказ, пока отреагирует, проходит 8 секунд, да, то есть 8-9 секунд машина назначилась. Назначилась, это значит, я получил сообщение, что ко мне приедет такой-то автомобиль с таким-то... Да, вот. Если это делать вручную, то есть, типа, есть какой-то диспетчер, который смотрит, какие машины свободны, сколько им доехать, да, ему, может быть, что надо позвонить. Конечно, уточнить. Или там, ну, или даже если автоматом может как-то съедовать заказы, но ему надо решение принять. Это 30, 60, там, 120 секунд, и это как бы очень много времени уходит. И вот такие неэффективные темы, они неприемлемы сейчас пик, потому что, чтобы правильно, как правильно обслужить пятницу вечером, да, это надо до часа пик машины расставить по городу, там, где будут заказы, чтобы люди ждали 10 минут вместо 20 или 30. А в буквальном смысле расставить прям? Вот я, у меня все время этот вопрос на языке, потому что пятница, Москва, я позвонил даже, может быть, заранее, но пока, да, вы нашли свободный автомобиль, а он, может быть, там, в другом кассе... Мы не ищем свободный автомобиль, у нас заказы падают на ближайший борт к точке заказа. А вы эти борты именно расставили? Расставили, да. Да, сейчас это как бы полувручную делается, и где-то через месяц уже автоматом, то есть водитель видит, где заказы будут, в зависимости, сколько мы прогнозируем заказы в это время. То есть их еще нет, это некие прогнозы ваши? Ну, это мы, да, 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 вот, и сколько машин в этой определенной части города стоит. Вот, сейчас как бы полувручную идет, то есть у нас эта информация есть, но мы это еще водителям не показываем, то есть пока это до конца не дойдет. То есть, в другим словом, смотри, вот он, да, собирается ехать на работу, он открыл приложение и посмотрел, да, скорее всего, ну, вероятно. Надо ехать туда, да. Да, будут заказы вот здесь, и там моих коллег, там, пять человек стоит. Да, но он не видит, сколько коллег. А, не видит, да. А это нормально? Может быть, будет видеть, да, но там, как бы, как бы, это будет разными цветами на карте, то есть там красно-зеленое, это как будет зависеть, сколько коллег его там стоят. Это Вардуи придумал, наверное, да, красным-зеленым? Нет. Нет? Так, ну, логика в этом есть, тем не менее, да, он выбирает. Вот здесь будут заказы, здесь будет заказ, здесь будут заказы, поелка я сюда, да, с высокой вероятностью, что я там... Как он только доехал, для других участников сразу тоже меняется, как бы, вот, куда им надо ехать. То есть это такая штука, наверное, да. То есть она идет в работе у вас еще, да, это? Да, да, да. Ну, это здорово. Ну, а чем она, помимо всего вот этого прочего, принципиально отличается от других торговых, торговых, извините, от других платформ, да, других приложений? То есть вот все эти штуки, ну, все эти штуки, которые связаны с эффективностью, а, плюс еще, как бы, мы все сделали так, чтобы можно было очень легко смотреть, какая занятая бортовка, да, в какой час, и что получается, и сколько прогнозируем на неделю вперед. И мы понимаем, когда не будет хватать, а когда будет хватать машин. А это никто не делает, то есть все, как получится, как ночь будет. А, сегодня у нас занятая ночь, грубо говоря. А можно знать за день, за два, или даже за несколько часов, что спрос больше, чем ожидали, и что надо вовремя выводить. То есть никогда уже машин нету, а заранее, как бы, вот над этим надо работать. Как бы, если вот все эти вещи вместе смотрим, да, вот эти части платформы, это получается, что мы учимся более эффективно управлять этим транспортом, и поэтому можем давать цену ниже, но за счет, допустим, если... За счет объема. За счет эффективности мы можем больше зарабатывать. И всех выдвигать из этого рынка. Вот это так работает, да. Это здорово, это здорово. Ну, я так понимаю, что это не просто мечты твои, да, это уже и в какой-то степени... Это как мы работаем, да, сейчас, да. Это уже реальность. Кстати, выдвигать-то есть кого с этого рынка? Ну, понятно, что есть рядовые службы такси, их много, они конкурируют, а я так понимаю, что... Ну, я думаю, ваше предложение. Слушайте, да, скорее всего, может быть, когда-нибудь пользовались командиром. Ну, я не пользовался, я видел, по крайней мере. Едут, да, черные Мерседесы с надписью «Командир» ездят. А как можно им объяснить, в чем разница? Это то же самое, как «Командир», но дешевле, дешевле получается, минималка ниже. То есть не 750, а 650. Приезжает быстрее и без логотипов. Вот, кстати, давай к пиар-директору я все-таки обращу этот вопрос. Кстати, времени, к сожалению, немного, давай я его задам, а потом ответишь уже после перерыва. С точки зрения пиар-директора, вот отсутствие логотипа, вообще отсутствие каких-то опознавательных знаков, которые, наоборот, призваны, так сказать, в подсознании вгонять, что вот эта марка мне близка, это понятно, я буду только ее пользоваться. Это логично вообще? Логично, мы не любим рекламу. Реклама, как говорили, между прочим, умные люди, реклама – двигатель прогресса, двигатель торговли. Ладно, извини, друзья, сейчас мы прервемся, у нас вновь новости на Финам.ФМ, послушаем их, потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Последняя его часть у нас осталась, 12 минуточек. Я напомню, мы сегодня обсуждаем бизнес премиум-класса в России. Кстати, вот хорошая еще тема, я хотел бы с вами ее обсудить, насколько он востребован вообще в России, ну, в Москве, наверное, в большей степени, а вот в Перми. В гостях Антон Черкунов, основатель, Иварду Иварданян, пиар-директор сервиса аренды автомобилей представительского класса «Вилли». Телефон студии 651099.6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Это для наших слушателей. Ну и давайте. Пока была реклама, даже вспомнил сегодняшний мой разговор с водителем «Вилли». Он меня спросил, а как вы рекламируетесь? Вы же пиар-директор, и мы не рекламируемся. Я говорю, моя задача в том, чтобы у меня есть друзья, у моих друзей есть друзья. Я им рассказываю, показываю про то место, где я работаю, то, что я люблю, потому что я работаю в «Вилли», не отношусь это как к работе, это даже, как можно сказать, это любимое дело. Ну это нормально, это творческая такая составляющая. А есть составляющая, я бы сказал, бухгалтерская. Есть, да. Даже сарафанное радио, оно все равно какую-то отдачу должно приносить, но просто невозможно посчитать. Вот, и вы знаете, сегодня даже забыл Антону рассказать, мне так приятно было, и водитель говорит, моя задача в том, чтобы людям рассказывать про хороший продукт, потому что я своим друзьям никогда в жизни плохое не посоветую, а хорошее с удовольствием. И вот мои друзья рассказывают своим друзьям, потом знакомые, еще кто-то. И он говорит, а, а я-то думаю, у меня столько клиентов, которые едут в машине и упоминают ваше имя. Мне так приятно было, я прям обрадовалась. Нет, ну это здорово, я очень рад, конечно, что так случилось, но мне кажется, учитывая, что мы в 21 веке живем, ну это такой какой-то дедовский способ-то передачи информации. Это же не так, как, ну типа, взял и рассказал, там еще как бы из приложения можно друзей пригласить. Пригласить друзей. И каждый из них получит скидку для первой поездки. Антон, подожди, давай изначально, почему вы решили, я так понимаю, тоже это принципиальная позиция, отказаться от рекламы, ну, от таких традиционных носителей? Ну, потому что это, скорее всего, реклама это что-то, что надо сделать, чтобы уже вырасти, когда вы уже достаточно большие, чтобы еще больше вырасти. Ну, то есть ты не отрицаешь, что сейчас какое-то время, да, на этих Мерседенцах появится название? Нет, на самих машинах нет, но где-то будем рекламу, может быть, закупать. Стикерсы на стекле на заднем? Не-не-не, не на машинах ничего. Не, на машинах ничего, естественно. На машинах ничего? Абсолютно в том, да. Автомобиль не под. Мы часто еще с мероприятиями разными сотрудничаем, то есть показы фильмов, модные показы, то есть у нас есть тоже какая-то реклама, но прям реклама, что вот баннер висит в Москве, такого нет. На мероприятии сотрудничество пришли на мероприятие, поставили в уголочек растяжечку, там написано «Вилли». Ну, это не то же, мы не любим просто классические истории, у нас ходят красивые модели, которые раздают гостям мероприятия, конверты с кодами, нам скидку в первую поездку, то есть у нас все... Понятно. То есть вы оригинальничаете. Понятно. Как можем. Как можем оригинальничать. Но мне кажется, это не совсем бизнес-подход все-таки, нет? Ваша задача, конечно, денег заработать или показаться наиболее оригинальными. А это более эффективно, чем что-нибудь другое, да. Может быть, может быть. Хорошо, хорошо. Значит, смотрите, очень интересно, автомобили, автомобиль, ну и водители, они как появляются, собственно, в вашем сервисе. Автомобиль, а, арендуете вы, в лизинг берете, приобретаете на собственные средства, потому что у вас огромный счет, кредитный счет в банке, там, я не знаю, что-то еще. Либо вы приглашаете водителей с автомобилем уже. Либо как это вот выглядит? У нас собственных автомобилей нету. Нету, так. То есть у нас может быть водитель на собственной машине, может быть автопарк, у которых свои машины, где водители на зарплате. Вот такие схемы есть. То есть вы просто сотрудничаете с ними, да, вы предоставляете информацию, они, соответственно, предоставляют водителей с автомобилем. Нет, они берут своих водителей, подключают на нашу линию, то есть по графику, и эти водители работают по нашим тарифам, по нашим стандартам и через нашу программу. А как вы проверяете, что это... Ну, тарифы, ладно, проверить легко, а стандартные... У нас есть линейный контроль, между прочим. Это контрольная закупка? Контрольная закупка, нет. Ты сама ездишь, кстати? И сама тоже слежу иногда, бывает. Ну, я думаю, тебя легко запомнить, поэтому наверняка уже не будет эффективно. Я же знаю, кто ко мне приезжает. Если не знакомый водитель, то я сразу... Ну, кстати, вот понятно, что, да, когда вы формируете там сотрудников, да, на позицию водителя, вы задачи им ставите, они соглашаются, либо нет. А если вот таким образом сторонние, то там может косяков-то, наверное, да, при огромной количестве. Дело в том, что мы же получаем отзывы от поездок. Наши клиенты прекрасно знают, какую услугу они должны получать, и они пишут отзыв. То есть если водитель прям, извините за выражение, на косячем, мы его блокируем. Он больше с нами не работает. Без разговоров, просто без разбирательных блокируем. Еще мы штрафуем водителей, то есть водители заинтересованы в том, чтобы не сделать там не так что-то, чтобы их не штрафовали. Штрафуем водителей. Еще есть рейтинг водителей. То есть водители видят свой рейтинг, и это между собой иногда начинает. А клиент видит рейтинг водителя? Пока что нет. Пока что нет. Но пока что ты говоришь, значит, это в планах, нет? Конечно, это же обновление. Да, да, да. Ну то есть логично, да, что вот я, допустим, хочу воспользоваться вашей услугой, и мне хотелось бы, чтобы меня обслуживал лучший водитель. Но если у нас водитель ниже 4, мы его тоже блокируем. То есть у нас такие... Жестко все у вас как-то. Да, естественный отбор. Но он действительно естественный. Рынок есть рынок, да? Ну и вот давайте об этой теме поговорим. Сервис премиум класса. Премиум класса, да. То есть, ну, понятно, что это такая попытка получить что-то более лучшее, да, принципиально, может быть, более лучшее за те же самые деньги. Для нормального человека это вполне оправданно, мне кажется, такое желание, да? Вот. Ну, с другой стороны, насколько востребованы подобные сервисы. Мы говорим о Москве, конечно, со средоторчения, да, денег, там, капитал и все. Мы знаем, как в основном живут, да, в этом мегаполисе. И, наверное, логично было бы такие услуги предлагать. А вот мы говорили о регионах. Да, ну, ладно, мы уже Перми обсудили. Ты смотришь в другие города. Ну, вообще, на ваш взгляд, да, вообще эта тема актуальна для региона. Сервис премиум-класс. Честно, мне кажется, очень даже актуально, потому что время идет, да, и вот эти 90-е, слава богу, отходят в сторону. И сейчас я даже замечаю тенденцию, что молодежь заинтересована работать, жить лучше, в лучших условиях. То есть раньше я вырос в этом, родился в деревне, буду жить в деревне. А сейчас люди так не считают. Люди видят, люди хотят. И понимают, что можно, в принципе, честным способом зарабатывать деньги и делать какие-то дела, и жить на уровень лучше. То есть, а именно по ценообразованию, например, в Москве, да, я недавно решила попробовать, думаю, через Яндекс.Такси закажу себе эту машину. Я промолчу. Вообще и заплатила 500 рублей. Там минималка. И я просто логически думаю, и лучше бы я переплатила эти 150 рублей. Всего лишь. Всего лишь 150 рублей. И получила совершенно другую услугу, да. Качественную. Другого уровня. Уровня, да. То есть, в этом направлении, да, тоже вы смотрите, Антон, смотрите с надеждой, да, премиум сервис востребован. В России, да? Я понял. Хорошо. Мы в 10 раз выросли с начала года. В 10 раз с начала этого года, да? Да. Календарного года. Да. Ну, опять-таки, да, это по себе, наверное, неплохо, но, с другой стороны, знаешь, есть эффект низкой базы, как говорят. Когда человек, ну, условно говоря, с нуля растет в 10 раз, да, это, с одной стороны, цифры впечатляющие, но в абсолютных цифрах, может быть, это и не так. Но, тем не менее. Мы соберемся этот темп продолжить, да. Это нормально. Это нормально. Так, хорошо. Значит, по поводу географии. Мы все-таки, я не услышал, да, в какую сторону вы собираетесь расширяться-то? По регионам и еще один-два таких города. Серьезные города. Серьезные. Да, да, да. Ну, например, Париж, вот ты сказал, да, в сторону, на восток не смотрите? Стамбул. Стамбул. Да. Такая же ситуация, как в Нью-Йорке, ближе, чем Америка. То есть ситуация именно по насыщенности этого рынка, да? Ну, регулированный очень рынок, очень ограниченное количество, как бы, такси, и поэтому на него и смотрим. Я понял. Ну, что ж, здорово. К технологиям, тем не менее, вернемся. Вот ваше приложение, оно устанавливается на какие-то определенные гаджеты, да, или это доступно? А на все платформы iPhone, Android, Windows Phone, и сайты можно заказать тоже. Это, допустим, для гостиниц, корпоративных клиентов, они, как бы, часто сайты заказывают вместо того, как из приложения. Угу. А скачать его как? Можно зайти в App Store, ввести Vili и скачать. Угу. То есть просто в Vili вводишь, да, и введешь? Да, да, да. Так. Ну, и давайте про деньги поговорим. Что-то вы как-то притихли к концу эфира-то, да? Давайте поговорим про деньги. Ну, я даже не, собственно, не о чеке минимальном, да, или, возможно, цифра этого уже звучала, а в принципе, насколько это вот, так сказать, интересный бизнес, бизнес, да, какие вложения, какой срок отдачи. Вот ты про начало года заговорил. По большому счету, да, это, в принципе, затеян был относительно недавно. Ну, уже можно говорить, да, что, так сказать, какие-то уже возвраты пошли. Ну, у нас возвраты будут... Москва выходит на самоокупаемость где-то уже в январе или в феврале. Где-то вроде, в общем, в этом месте. То есть в целом это... А в целом проект уже в 2015-м выходит на самоокупаемость. А Москва в январе, это значит, сколько прошло времени-то? Полтора года? Ноябрь, нет. Год и три месяца, да. Год и три месяца, да. Ну, что, это нормально. Это нормально. А вообще размер вложений первоначальных инвестиций-то? В этом году мы где-то почти 3 миллиона долларов потратили. Ну, вы где-то их привлекаете или свои тратите? Напечатали. Напечатали. Свои кровные. То есть, смотрите, опять можно там обратиться к каким-то финансовым институтам, взять кредит или привлечь инвесторов, да, которые долю там я войду, там, акционер, как это? Ну, мы через полгода будем искать инвесторов. А пока семья, друзья. А, вот так вот, да? То есть опять сарафанное радио работает. Сарафанное радио. Вы им все что-то рассказываете, да? Они вам верят, доверяют и еще и денег дают. Да. Повезло. Да, с друзьями повезло, согласен. Так, ну и давайте, последняя у нас минутка осталась. Ну, традиционно, да, какие-то перспективы бизнеса этого в целом? Или, может быть, у вас там есть мысли о диверсификации? Как видишь ближайшее развитие, Антон? Я могу сказать, как я вижу дальнейшее развитие. То есть, сути по всему, это рынок, который 50 лет совсем не менялся. И буквально последние 3-4 года начал сильно очень меняться. То есть, это как бы вот, ну, только начало, да? Без твоего участия, я хочу заметить. Да, да. То есть, это как бы типа вот мы сейчас где-то в одном проценте всего рынка играем, а еще и 100% впереди. То есть, это как бы все, ближайшие 10 лет это все еще впереди. То есть, это только самое-самое начало. Я понял. Ты что-то добавишь? Я, нет, я абсолютно согласна с Антоном. Я понял. Ну что ж, хорошо. Спасибо вам огромное. Спасибо, что нашли время посетить нашу студию. Уважаемые слушатели, я напомню, мы сегодня говорили о бизнесе премиум класса в России. Обсуждали международную службу такси. И в студии у меня были Антон Черкунов и Вардуи Варданян. Основатель и пиар-директор, соответственно, сервис аренды автомобилей представительского класса Вилли. Спасибо вам огромное. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. Впереди выходные. Хороших выходных до понедельника. До свидания.